В общем, давайте начнём. Меня зовут Илья Заченков, я управляющий партнер пленом Brand Consultancy и член Совета АБКР. Это Ассоциация Брендинговой Компании России. У нас сегодня целая секция по брендингу. У нас очень много компаний хочет вам рассказать о важных вещах в сфере брендинга и брендинговых финансовых услуг. У нас есть самые разные темы, мы постарались их побить на логические блоки. И давайте прям сразу с места в карьер, потому что я вам вообще какие-то вещи потом буду говорить. А чтобы мы сразу конкретно перешли, то рад вам представить нашего гостя из северной столицы Лену Юнфереву, управляющего парня агентства Брендсон. И всё, передаю ей слово, чтобы сразу... Добрый день, коллеги. Я смотрю, у нас такая получилась очень кулуарная атмосфера, потому что зал сократился в два раза. Поэтому я постараюсь своё выступление сделать тоже кулуарным. Возможно, смогу вам рассказать о каких-то интимных подробностях нашей работы. Я сегодня хочу рассказать вам... Меня Илья уже представил, спасибо ему большое, поэтому не будем долго останавливаться на мне. Я хочу вам сегодня немножечко рассказать о нашем опыте работы с банками именно с точки зрения консультантов, поскольку мы являемся бренд-консультантами и стараемся перевести на русский язык то, что банкиры... А банкиры все люди серьёзные, среди вас наверняка много тех, кто как раз к ним относится, говорят иногда с потребителем не навсегда в понятном ему языке. У банкиров есть, как мы уже выяснили, поскольку мы часто занимаемся созданием и развитием брендов в банковской сфере, есть несколько сакральных вопросов. Звучат они следующим образом. Откуда придут клиенты, как работать с ними и как развивать сеть при минимальных затратах. И, собственно, это те вопросы, которые очень часто банкиры адресуют именно к нам, как к людям, которые занимаются развитием их бренда. Безусловно, если говорить о сложной экономической ситуации, то сейчас эти вопросы стоят наиболее остро, потому что именно сейчас и затраты, и развитие сети в банковском секторе, это то, что напрямую связано, в общем-то, с положением дел в банковском секторе. Основные, так скажем, тренды, которые мы сейчас замечаем, они не самые позитивные. Я думаю, что вам они достаточно хорошо известны, ничего нового я не скажу. Но, тем не менее, председатель ЦБ пытается призвать нас к тому, чтобы мы привыкли к этой ситуации и, собственно, старались работать с тем, что есть. И поэтому индивидуализация, иммобилизация продаж, плюс интересные услуги и продукты, рост роли коалиционных программ лояльности – это то, с чем сейчас в процессе маркетинговых коммуникаций и стратегий мы в первую очередь сталкиваемся. Но я хочу рассказать о наших кейсах, в которых в первую очередь мы предлагаем нашим банкирам делать акцент скорее на лояльность существующих клиентов, а не столько на привлечение новых. То есть акцент на то, чтобы сделать портфель в первую очередь не количественным, а качественным. И очень интересно, сейчас я вам покажу пример того, что большинство банков действительно с настоящим бренд-капиталом в общем-то и действительно являются лидерами по своей прибыли. Ну, всем известный Сбербанк, хорошие показатели у Альфа-банка и, безусловно, ОВТБ. Буквально недавно, когда мы готовили эту сессию, наши коллеги проводили опрос на тему того, какой же бренд-банка по мнению и потребителей, и клиентов является одним из самых надежных и понятных. И лидировал, как ни странно, как раз список вот примерно из этих двух-трех брендов. Я хочу рассказать о небольшом кейсе нашего локального банка. Это банк Санкт-Петербург, с которым мы работали и продолжаем работать. Начало было где-то примерно 3 года назад. Очень интересный кейс именно потому, что это максимально консервативный банк, который в первую очередь стартовал как корпоративный банк. То есть, если говорить о розничном сегменте, он у него был практически не развит или минимален. В связи с тем, что время шло, банк принял решение поменять стратегию, как раз-таки развивая полноценно розничное направление. В банке работает 2800 человек, это достаточно много для локального банка. И уже после результатов, которые были задействованы после репрендинга, у него были очень хорошие... И... Сегодня мне все вторят. Действительно, были очень хорошие результаты. Проанализировав рынок, посмотрев на то, что происходит у конкурентов, посмотрев на то, какие действительно стратегии сейчас у банков актуальны. Мы предложили вот эту вот консервативную стратегию отчасти сохранить в розничном сегменте. По сути, стать таким, знаете, контрпредложением для Ситибанка, который предлагает свои услуги всегда, везде, максимально агрессивно, максимально активно. И другим банковским брендам, которые действительно в своем продвижении задействуют максимально проактивную стратегию. Идея банка высокой культуры, банка, который нацелен именно на сервис, на сервис не агрессивный, на сервис, который будет понятен петербуржцам, с понятными предложениями, как раз и было реализовано для банка Санкт-Петербурга. В общем-то, на основе стратегии были сделаны все основные коммуникации. Безусловно, идея лидирующего локального банка для культурной столицы была реализована в различных материалах, начиная от корпоративных и заканчивая клиентской документацией, банковскими картами, пакетами для клиента. И вот эта вот идея, с одной стороны, культурной столицы, с другой стороны, культурного обслуживания, понимания потребностей петербуржцев, я думаю, что москвичи замечают, что гости из северной столицы немножечко отличаются от москвичей, они чуть-чуть другие. И вот как раз вот эти особенности, поскольку мы очень много изучали потребителей, мы выразили в этих коммуникациях. По сути, дизайн пространств, дизайн отделений, рекламные кампании, разработка всех-всех-всех продуктов была основана на том, что петербуржцы — это люди, которые любят не просто индивидуальное, но интеллигентное отношение к себе, не навязчивое. И даже если говорить о продуктах этого банка, то стоит отметить очень интересный факт. Я думаю, все прекрасно помнят декабрь, когда ставки на рекламных плакатах менялись просто со скоростью света. То есть мы просто не успевали снимать один плакат, вешать другой. Банк Санкт-Петербург принял решение, что они не будут делать очень большие ставки по депозитам. По сути, их предложение в Санкт-Петербурге и в регионе было одно из самых неконкурентоспособных. Более того, был забавный случай, когда как раз компания, которая размещает рекламу для них, не успела поменять ставки еще до того, как поменяли ключевую ставку. И там цифры были очень смешными. И несмотря на это у банка был прирост. Действительно, после того, как опять произошли изменения, ставку опять снизили, банк оказался в плюсе. И далее в конце презентации я покажу вам их результаты, они действительно очень приятны. Мысль очень простая, что консервативная стратегия иногда в кризисный период может принести свои позитивные результаты. В общем-то, нестандартные решения, CRM-система, программы лояльности позволяют сделать вот еще что. Не просто привлечь клиентов, но и максимально удержать лояльных. И очень интересный пример, о котором хочу я рассказать. Это Лето Банк, который сделал совершенно потрясающую акцию. И вы приходите не в банкомат, а в Экомат. Слышал кто-нибудь об этой акции? Да. Действительно, очень, на мой взгляд, интересный ход. Некоторые коллеги не слышали. Идея в следующем. Приходишь к Экомату, чтобы снять денежку или наоборот, если там есть кэш-ин, денежку положить. И оплачиваешь за 300 рублей, а ты можешь и больше оплатить. То есть, посадку деревьев, ты выбираешь, собственно, любой регион, любой национальный парк. Получаешь сертификат, в котором тебе говорят, что да, действительно, вот в этом участке ты посадил дерево. Действительно, акция имела потрясающий успех. Только когда они стартовали на сайте, 4,5 тысячи деревьев было посажено. А после запуска Экомата, просто у меня пока нету цифр, просто результаты потрясающие. Еще очень интересная история с программой лояльности. Это детский банк от ВТБ. В Москве, в детском центральном магазине на Лубянке, стартовал такой проект. Соответственно, дети могут действительно почувствовать себя банкирами. Во-первых, почувствовать, что такое профессия банкиров. Естественно, это фан и для родителей, и для детей. Они одеты в фирменную одежду ВТБ. Очень большая была пресс-поддержка у этого проекта. И, на мой взгляд, он действительно позволяет, в общем-то, и детям, и родителям получать позитивное настроение от не самой позитивной банковской услуги. Потому что в России банков боятся. Я думаю, вы с этим не будете спорить. Вы это знаете достаточно хорошо. Другой интересный проект, как раз-таки, для Банка Санкт-Петербурга. Вопрос, две минуты. Листаю быстренько. В общем-то, это потрясающая карта, которая позволяет при покупке у партнеров Литуала, Кейл, Ламода, получать дополнительные бонусы, плюс страховую карту и много всяких приятностей. Получается, что репутация имеет значение. И действительно, сейчас это самый актуальный такой тренд. И еще один короткий кейс о другом банке, который, в общем-то, с одной стороны имеет хорошую репутацию, с другой стороны попал под санкции. Я думаю, что многие о нем слышали. И нам пришлось непросто, потому что мы как раз закончили ребрендинг этого банка буквально совсем недавно. Тем не менее, это 13 место и первое место в регионе. Казалось бы, зачем банку, у которого хорошая репутация, действительно рейтинг, наивысший рейтинг, думать о ребрендинге? Цель очень простая. Действительно, изменить восприятие бренда как универсального банка со спектром интуитивно понятных услуг в современной технологической оболочке. Именно поэтому все отделения банка, которые мы сейчас активно меняем, они будут выглядеть совсем-совсем по-другому. Это интерактивный банк будущего, кофе-машины, велкам-зона с автоинформаторами, мультитач. И действительно, максимальное количество услуг, которые уходят в онлайн, но при этом максимальная надежность. То, что, в общем-то, ищут на сегодняшний день клиенты. Говоря о персонале, стоит, конечно же, отметить, что сейчас это именно тот тренд, который будет наиболее актуальным, потому что растут, в общем-то, к персоналу предъявляются очень высокие требования. И вот короткий пример об инструменте, который мы также ввели для банка «Санкт-Петербург». Это целая система различных программ по внедрению бренда. Поскольку меня уже ограничивают, я долго о ней рассказывать не могу, расскажу только об интересном инструменте. Кроме серии мероприятий, мы разработали онлайн-игру, которая была интегрирована на внутренний портал. И эта игра как раз-таки позволяла людям не только отвечать на вопросы, как выглядит логотип банка, или почему сейчас у банка новая философия, но и, например, ответить на вопрос, кто является истинно петербургским композитором. Или как, например, надо разместить столовые приборы на столе. Или, например, как надо одеться банковскому сотруднику. То есть вот девочка, которая там, вы ее можете одеть, раздеть. Мальчика тоже можно одеть, раздеть. Очень интересная игра. Игра действительно была очень интересная. Ну, говоря о банковском бизнесе, он приходит действительно в небанковские форматы. Возможно, вы уже слышали об интересном сервисе Фейсбука, который позволяет делать денежные переводы пользователям Фейсбука. Вот такая забавная, прекрасная штука. Общий вектор. Банк – это финансовое учреждение, надежный инструмент для решения различных задач. И еще один очень короткий кейс – private banking для Банка России. Именно сейчас, в кризисное время, Банк России задумался о том, как преподнести своим клиентам, премиальным клиентам, ту услугу, которая, ну, казалось бы, может быть, и не должна быть востребована именно в кризисное время. Тем не менее, там были цифры, после того, как мы запустили этот проект, мы наблюдаем очень серьезное увеличение этого сегмента. Идея бренда очень простая, мы начали от стратегии, пообщались лично с многими клиентами банка, что было не просто, это такая не самая аудитория легко доступная. И сделали такой проект, в котором уделили внимание деталям, постарались, чтобы вот эта вот идея с одной стороны российского могущества и индивидуального подхода, чтобы она максимально воплотилась в каждой, в каждой детали. Начиная от элементов с конгревом и какими-то приятными вензелями и заканчивая такими вещами, когда золотые понтоны, они как бы спрятаны внутри белого цвета. То есть идея того, что ваше благосостояние, оно скрыто от общих глаз, потому что банк действительно дает гарантию полной конфиденциальности. Он очень индивидуально подходит к вопросу работы с каждым клиентом, и даже в визуальных коммуникациях эта идея была реализована вот такими вот методами, которые вы сейчас видите на экране. Обещала вам показать результативность, покажу. Все, уже минус, я поняла. Очень интересное исследование было проведено о том, насколько эффективны или неэффективны банки. Это исследование ГК «Энталев» – рейтинг результативности, экономичности и эффективности. Обратите внимание, ну здесь все понятно, да, что 2013 год, 2014 прирост активов и результативность. Так вот, эффективны те банки, которые действительно думают о своем бренде, не только потому, что это важно с точки зрения продвижения, но и с точки зрения того, чтобы их коммуникации были прозрачными. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ